Проведенные учения и международные соревнования неоднократно подтверждали, что подготовка, мастерство, профессиональные навыки и качества военнослужащих Брестского гарнизона находятся на самом высоком уровне. День защитника Отечества и Вооруженных сил – прекрасный повод, чтобы отметить почетными грамотами и благодарностями лучших солдат и офицеров. Я счастлив и горд, что мне пришлось и послужить, и поруководить этим гарнизоном, в котором дислоцируются воинские части, которые сегодня занимают лидирующие места в наших вооруженных силах, участвуют во всех мероприятиях, в боевой подготовке и показывают высочайшие результаты. Высоких результатов можно добиться только благодаря слаженной совместной работе, считает командир 1-го дивизиона 115-го зенитно-ракетного полка Алексей Иванов. А потому и награду считает не своей, а общей заслугой. Это как итог работы, конечно же, не лично меня, а всего подразделения, которое было верено мне в подчинение, которое было оценено, высокая оценка при выполнении учебно-боевых задач, на учение, которое проходило при проверке силы реагирования. И как итог работы, совместной работы, конечно же, вот эта вот грамота. Грамоты и благодарности в этот день вручали не только мужчинам, ведь профессию военнослужащего вполне осознанно выбирают для себя многие представительницы прекрасного пола. Капитан Татьяна Трещалина из семьи потомственных военных, а потому о погонах грезила с детства. У меня потомственная, я военная, у меня мама, папа, дедушка, бабушка, все военные. И другого выбора быть просто не могло. Я очень люблю погоны, я очень люблю дело, которым занимаюсь, очень уважаю своих коллег. И в мужском коллективе очень комфортно и хорошо работать, служить и выполнять общие задачи. Выполнять общие задачи гораздо проще, когда где-то есть любящее материнское сердце. В этот день не забыли и матерей, которым удалось воспитать своих сыновей настоящими мужчинами и достойными защитниками Отечества. Каждой из них есть чем гордиться. Меня переполняет, как любую маму, гордость за своего сына, гордость за страну, в которой мы живем, в которой он сейчас служит. И я очень рада, что в такой день, День защитника Отечества, мой сын не прячется по закраницам, а выполняет свой гражданский долг. И, как любая мама, я, конечно же, переживаю, безумно переживаю, особенно сейчас. В то же время я горжусь своим сыном. Я военнослужащий срочной службы, служу в 38-й отдельной десантно-штурмовой бригаде. Считаю, что служить престижно, достойно. Желаю каждому отдать долг к своему Отечеству. Торжественное мероприятие продолжилось в большом зале с участием председателя Брестского горисполкома. Александр Рогачук неоднократно подчеркивал, что люди, которые несут ответственность за судьбу Родины, в Бресте на особом счету. А потому поздравить каждого, кто служит Отечеству – миссия не только приятная, но и почетная. Город Брест характерен особым отношением к людям в погонах. И это обусловлено, прежде всего, историей нашего города, тысячелетней историей, где в силу нашего положения, геополитических ситуаций, мы всегда были на перекрестке многих исторических процессов. И мы прекрасно понимаем, что от человека с ружьем, от человека в погонах, зависит наше благосостояние, наше спокойствие. Очень часто люди говорили, что армия ничего не производит, но армия производит самый главный продукт – это мир. И это мы сейчас, как никогда, понимаем. Поэтому я желаю нашим военнослужащим, нашим военным пенсионерам, которые в городе Бресте проживают более трех тысяч крепкого здоровья и уверенности, и четкого понимания фразы, что народ и армия едины.